В условиях диаспоры Родина – это всегда что-то особенное, что-то неизвестное. И для нас всегда это какая-то особая мечта, идеал. Мы с рождения стремимся туда. Десятиклассница Милена Авакян родилась и выросла в Беларуси. Именно сюда 22 года назад ее родители переехали из Армении. Сразу погостить, но вскоре не захотели прощаться с синекой. Все это время вдали от страны предков. В ее доме бережно хранят все то, что связано с Родиной. Обычаи, предметы быта и рецепты самых разных блюд. Наш традиционный армянский десерт, который называется «Гата». Это слоеное печенье по особому рецепту, которое в Бобруйске невозможно найти. Но у нас в Армении в разных районах готовят по-разному. Но я сегодня готовила по рецепту, классическому ереванскому рецепту. Отец семейства принятому решению много лет назад не изменил бы и сегодня. Хоть и признается, поначалу было сложно. Но удалось и дочерей воспитать в традициях Кавказа и самому стать на ноги. Теперь он хозяин собственного дела. В его ателье производят модельную обувь. В любой стране, когда ты только-только приезжаешь, это всегда трудности бывает. И это естественно. Я жалею, конечно, нет. Не жалеем. И для нормальной жизни Беларусь, я считаю, что это отличная страна. Так что лично я доволен своей жизнью. Моя семья тоже. Все нормально. Всего армянская община Бобруйска насчитывает порядка трех сотен человек. Каждый из которых нашел свое место в Беларуси. И сегодня с гордостью олицетворяет все самые лучшие стороны социально-культурного развития. Своего второго дома. Но в разрезе армянских традиций. Девочка наша пианистка. Она сейчас учится в консерватории в Минске. Очень талантливая девочка, которая представляет армянскую культуру. В том числе на разных сценах. Наш знаменитый Ваграм Карапетян. Его знает весь Бобруйск. Наш исполнитель. У нас есть успешные бизнесмены. У нас есть просто хорошие, добрые люди. В этом году общине исполнилось 20 лет. Поэтому и торжество. Кавказский с помпой, гостями и подарками. В этом году в центре внимания Армен Гивандян. Именно он представляет интересы армян в Беларуси. И знает ценность существования диаспоры с многолетней историей. Община состоялась как объединение, которое начало позицировать и проявлять себя исключительно в качестве одного из важных проявлений армяно-белорусской дружбы. А именно канала простого, по-человечески понятного общения. И при этом сохранив две за собой важные функции. Быть проводником, быть элементом гармонично вовлеченным в белорусское общество. Способствовать укреплению дружбы между нашими народами. При сохранении национальной идентичности, верности языку, традиции. Два гимна, две родины, но одни корни. В этом году община присоединилась ко всемирному флешмобу. Гости, взявшись за руки, исполнили армянский народный танец. К слову, в стране соседки его исполняют представители всех народов, как символ мира и дружбы. Менталитет белорусов и белорусского народа, и армянского народа, они очень близки. И, наверное, основная причина, почему комфортно друг у друга жить, это именно общий менталитет, общее прошлое. Ну и Беларусь сама по себе очень гостеприимная республика, гостеприимная страна. Есть же у нас и в Беларуси и больше города, чем Бобруськ. Но в Бобруське очень авторитетно и сильно община армянская. Милина Авакен в Беларуси чувствует себя комфортно. Но все же мечта – это далекое стране грез. Но пока свои планы держит в секрете. У гимназистки еще год, чтобы все обдумать и определиться с вузом Беларуси или другой страны. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.